Это экстренный вызов телеканала ОТС. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Не забывайте, у нашей программы есть ограничения по возрасту. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. Мы начинаем. Опять страшная находка. Но кто мог так жестоко поступить с младенцем? Одни уже на скамье подсудимых, другим это еще предстоит. Банды наркоторговцев активизировались в Новосибирске. Ночь в музее закончилась уголовным делом. Неудачный перформанс у кемеровского вора. Страшная находка сегодня потрясла Новосибирск. На окраине города обнаружено тело младенца. По данному факту проводится проверка, а правоохранители обращаются за помощью к возможным очевидцам происшествия. Говорят, где-то здесь, где вот эти вагоны стоят. Местные обитатели были шокированы этой находкой. Недалеко от железнодорожных путей на улице Толмачевской лежал обычный полиэтиленовый пакет. Но когда его развернули, внутри обнаружили тельце малыша. Ребенку всего-то несколько дней от роду. Сейчас эксперты выясняют причины его смерти. А оперативники ищут мамашу и возможных свидетелей происшествия. Если вам что-то известно об этом случае, позвоните по указанным на экране телефонам. Скорее всего, подкидыши целенаправленно принесли на окраину города. Вблизи места обнаружения находки есть только одно предприятие, где принимают металл. И там работает всего лишь одна женщина. Очередное сообщение о минировании взбудоражило левобережное трамвайное депо. Правда, тревога вновь оказалась ложной. В этом убедились силовики, которые прибыли на место и очень быстро разобрались в ситуации. Оказалось, к мусорным бакам на улице Сибиряков гвардейцев неизвестный подбросил коробку. По надписи на ней очевидцы определили, что внутри может скрываться угроза. Тут же на место прибыли экипажи правоохранителей и кареты скорой помощи. Но почти сразу выяснилось, что усиление было лишним. Так неудачно пошутил местный житель. Впрочем, этот аргумент не снимает с него уголовной ответственности. Юмористу придется ответить перед законом как минимум рублем. А в Заельцовском районе изнасиловали 55-летнюю женщину. Она сама пустила озабоченного собутыльника к себе домой. Причем подозреваемый житель Машкова младше своей жертвы более чем на 20 лет. А в Чинах стартует процесс по делу о попытке изнасилования школьницы в октябре прошлого года. Несостоявшейся жертве насилия едва исполнилось 12. Девочка возвращалась из школы. В глянную пути появился незнакомый дяденька. Случилось все днем. О происшествии в полиции узнали от матери. Женщина прибежала в отдел и сообщила, что звонила ее дочь, просила о помощи. Но разговор резко прервался. Тогда по следу ребенка отправили патруль и бойцов уголовного розыска. Они-то и увидели следующую картину. Заплаканную девочку и двух мужиков, которые дрались рядом с кустами. К тому моменту школьницу уже спас сотрудник неведомственной охраны, который проезжал мимо пустыря. Теперь уроженцу республики Тыва предстоит ответить за грабеж. Он еще и пытался отобрать у школьницы мобильный телефон, попытку изнасилования и покушение на убийство. Очередная группа наркоторговцев пошла под суд в Зайльцовском районе. Четверо молодых людей торговали курительными смесями и, видимо, неплохо зарабатывали. Разрушили эту преступную дилю и оперативники ФСБ, которые выявили и задержали дилеров. Сейчас им светят весьма длинные сроки заключения. На этих кадрах задержание дружного квартета наркодилеров. Взяты они были с поличным, можно сказать, в процессе сделки по продаже очередной партии синтетики. К слову, молодые люди были, видимо, готовы к подобному развитию событий и попытались броситься в рассыпную. Однако соревноваться с сотрудниками ФСБ им было не под силу. Главарь группировки и трое его подельников, все молодые парни в возрасте от 23 до 24 лет, в итоге были арестованы. В ходе следствия было установлено, что торговля запрещенным зельем была поставлена именно поток. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъято в общей сложности свыше 700 граммов синтетических наркотических средств, что составило более 70 тысяч эффективных доз. Также в салонах личных автомобилей в квартире одного из участников группы, кроме наркотиков, были обнаружены и изъяты ингредиенты для изготовления курительных смесей, упаковочная тара и весы. Следственный отдел ФСБ возбудил в отношении четверых фигурантов уголовное дело по факту приготовления к незаконному сбыту аналога наркотического вещества в особо крупном размере. Оно уже передано в суд. Причем во время процесса представителям наркогруппировки вряд ли стоит особо рассчитывать на милость Фемиды и мягкий приговор. По действующему законодательству им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Леонид Лишенко, Александр Егоров, экстренный вызов. Благодаря совместной работе полицейских и контрразведчиков была пресечена деятельность и другой этнической преступной группы, занимавшейся на протяжении нескольких лет контрабандой наркотиков на территории России. Из незаконного оборота изъяты килограммы героина. На этих кадрах запечатлена та самая квартира, где и орудовала преступная группа из пяти человек. Все они являются выходцами из Кыргызстана. Вначале оперативники задержались по личным одного из фигурантов, ранее уже судимого за незаконный оборот наркотиков. У него изъяли 600 граммов героина. А уже за ним в СИЗО последовала и остальная четверка. По словам задержанных, приехали они в Новосибирск для трудоустройства, но за разрешением на работу так и не обращались. Тогда-то и наладили в арендуемой ими квартире свой нелегальный бизнес. В ходе обыска квартиры было изъято более 3,5 килограмм наркотического средства героин. При этом наркотик находился в заводской упаковке. И на самой упаковке были нанесены печати одного из афганских наркокартелей. По имени наркотиков в квартире было обнаружено и изъято 20 сим-карт, мобильные телефоны, ноутбуки и банковские карты. А ведь попади данная партия на черный рынок, ее могли разбавить более чем в 10 раз. Изъятых наркотиков хватило бы для изготовления 500 тысяч разовых доз. Правоохранители уже возбудили уголовное дело. Теперь задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Переходим к дорожным сводкам. На Красном проспекте Тойота снесла светофор и протаранила киоск. Авария произошла на перекрестке у кинотеатра имени Маяковского. Очевидцы рассказали, что водитель премио решил проскочить на желтый. А универсал в этот момент уже тронулся. В результате ДТП один из водителей разбил голову, а пассажирка заработала ушибы шейных позвонков. Второй автолюбитель не пострадал. А вот в чулы ими под колесами машины погибла женщина. Вчера в девятом часу вечера на улице рабочий местный житель на Тойоте сбил пешехода. 51-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. По факту ДТП проводится проверка. Автоинспекторам предстоит выяснить, что женщина делала на проезжей части, а также был ли водитель легковушки пьян. И еще об автоинспекторах. Высокопоставленный сотрудник ГИБДД стал фигурантом уголовного дела. Еще в воскресенье на личном «Лексусе» он спровоцировал аварию со смертельным исходом на пересечении улиц Хилокской и Малыгина. Пока страж порядка находился на больничной койке, следователи сделали свою работу. В том столкновении были травмированы еще четыре человека из Тойоты. Да и самого пьяного полицейского госпитализировали. За рулем «Лексуса» находился 34-летний главный государственный инспектор межрайонного отдела технического надзора и регистрация автомототранспортных средств ГИБДД номер один. Пока он проходит стационарное лечение, между тем, предполагаемому виновнику ДТП предстоит ответить за нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. А это грозит сроком вплоть до семи лет лишения свободы, не говоря уже о запрете управлять автомобилем. И напоследок, одна ночь в музее. Приезжий из Кемерово собрался в Новосибирск к теще на блины, но попал почему-то в краеведческий музей. Среди бесценных экспонатов ночной визитер решил поискать сигареты и деньги, но на пути у воришки встал сначала местный охранник, а потом и сотрудники полиции. Два друга из Кемерово решили теплой весенней ночью прогуляться в Первомайском сквере. Внимание одного из земляков привлекло здание краеведческого музея. 51-летний герой решил проверить, что же прячется внутри такого красивого дома. Вот и посетил музей. Правда, не с образовательными целями. Мужчина забрался сюда, разбив окна в одной из дверей. Небольшие такие, наподобие форточек, окна что ли, пробрался. Поскольку, собственно, здесь ему поживиться особенно нечем во время ремонта, он постарался проникнуть в помещение, где временно сидят сотрудники. Здесь экспонатов для кражи оказалось более чем достаточно. Ночной гость рассчитывал на меньшую дачу, но, увидев обилие оргтехники, теряться не стал. Пусть даже и не понял, что украл. Я думаю, залезу, посмотрю сюда, за помещение. Я думаю, может, сигарет там найду. Думаю, сигарет, может, найду, деньги найду, может, там какие лежат. Я когда залез, я взял, поднял, посмотрел. Экран лежал, и вот это еще я открывал. Однако, воспользоваться добычей кемеровчанину не удалось. От звона стекла сработала сигнализация. Дежуривший в музее охранник нажал тревожную кнопку и кинулся на перерез незваному гостю. А уже через две минуты на вызов подоспели полицейские. Сотрудники батальона полиции номер один совместно с несущим службу на данном объекте сотрудникам военизированной охраны ВОХР задержали внутри данного преступника и передали, получается, в отдел полиции номер один. Задержали и приятеля фигуранта, правда, тот, похоже, оказался ни при чем. Да и сам герой утверждал, он шел к теще, просто денег на такси не было. Позже выяснилось, мужчина уже был судим, причем за убийство. Да и этот подвиг зафиксировали камерой видеонаблюдения. Так что следователи уже возбудили уголовное дело по факту покушения на кражу с проникновением в помещение. Кемеровчанин может провести за решеткой почти четыре года. А оперативники проверяют гостя города на причастность к совершению аналогичных преступлений. А на сколько Константин Менин экстренный вызов? Будьте осторожны. А если у вас есть криминальная информация, звоните. Наш мобильный телефон 310-2005 доступен каждый будний день в рабочее время с 10 до 6. Видео своих ЧП выкладывайте на страничке экстренного вызова ВКонтакте. На сегодня все. Увидимся завтра на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин